Анастасия Фёдоровна Суслина Анастасия Фёдоровна Суслина Почётный железнодорожник Кавалер Орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почёта Ветеран Великой Отечественной Войны Труженик тыла Прошла трудовой путь от осмотрщика вагонов До заместителя-председателя районного комитета Профессионального союза работников железнодорожного транспорта Она уже давно на пенсии Но всё ещё вместе с любимой профессией В качестве активиста Межрегиональной Общественной Организации Ветеранов Войны и Труда На Куйбышевской железной дороге Уроженка Тамбовской области Анастасия Фёдоровна Суслина В 41-м закончила неполную среднюю школу А на следующий день после получения свидетельства об образовании Узнала о начале войны Отец ушёл добровольцем на фронт Она стала помогать матери, как старшая из пятерых детей После двух лет работы в колхозе без экзаменов за отличные оценки Поступила в Тамбовский техникум железнодорожного транспорта Я насмотрелась работой на полях Полюбила поезда Тем более в период Отечественной войны Везли раненых, везли военный необходимый инвентарь Всё, что нужно для фронта Поэтому изъявилось желание И меня семья поддержала Несмотря на трудные, труднейшие положения в семье Четыре года она не столько училась, сколько работала Студенты трудились на полях и в подсобном хозяйстве Продукты получали по карточкам Неподалёку была железнодорожная станция Куда прибывали эшелоны с ранеными Им также помогали учащиеся техникума На телеге грузили, зимой на сани грузили И уже привозили здесь в приёмный пункт В приёмном пункте мы их купали Переодевали в другую одежду И развозили уже по госпиталям Приходили, навещали раненых Выступали перед ними, помогали им писать письма Железной дороги во времена войны не хватало рабочих Студенты грузили на паровозы дрова и уголь Помогали сотрудникам вагоностроительного завода В 1947 году после окончания техникума Анастасия Фёдоровна вместе с другими сокурсниками Получила направление в Приволжский железнодорожный округ Который объединял четыре дороги В том числе Куйбышевскую Её первая должность – осмотрщик вагонов пассажирских поездов Шесть месяцев я работала на пассажирских поездах Это было очень сложно Это здесь, на путях Раньше заправлялись вагоны водой Всё это было заливалось Очень сложно было и зимой Особенно весной, когда всё это таяло Мазута было очень много А потом направили работу в Северный парк На осмотр грузовых вагонов В октябре 1947 года началась её общественная деятельность Параллельно с основной работой Анастасию Фёдоровну избрали секретарём комсомольской организации вагонного депо В ней состояло 300 комсомольцев – вчерашних выпускников училищ, которым нужно было помогать Готовились списанные вагоны Готовили под жильё Списанные вагоны Некоторые на колёсах, некоторые были сняты с колёс Их оборудовали, утепляли Ставили там железные печки, чтобы можно было ребятам прийти с работы И обогреться, и чего-то покушать, приготовить Анастасия Фёдоровна помогала подопечным и в простых бытовых вопросах Например, купить на рынке одежду Для молодёжи организовали занятия самодеятельностью и спортом Так и шла её трудовая жизнь двумя параллельными курсами Анастасия Фёдоровна была бригадиром, техником, инженером И одновременно всё выше поднималась по общественной линии Поработала бригадиром в механическом цехе Потом меня перевели мастером цеха оборудования Это тоже сложнейший цех Там я тоже больше, около двух лет работала А потом избрали председателем профсоюзного комитета вагонного депо Порядочное, честное, никогда и никому не сделало плохого Наоборот, многим дала путёвку в жизнь Так отзываются о ней те, кто знает Анастасию Фёдоровну много лет и даже десятилетий Нет, наверное, того человека, который к ней обратился И она бы ему ничем не помогла Она старалась вникнуть в проблемы, если они возникали И поэтому она снискала очень глубокое уважение среди молодых, среди ветеранов До разводов дело доходило, там в семьях вот это Мирило постоянно, то есть у ней кабинет, дверь никогда не закрывал С радостью, с бедами К ней как к секретарю, сначала к секретарю партийной организации шли А потом, когда стала работать председателем профсоюзной организации Крупнейшей на Самарском отделении К ней тоже шли за помощью, за всем всем Радость, беда, это ее вопрос Она успевала все и даже больше Была и депутатом, и членом президиума областного комитета фонда мира На железной дороге продолжала работать и после наступления пенсионного возраста до 89-го года Одному из сыновей по заданию в школе Анастасия Федоровна как-то написала письмо о своей профессии В котором были такие слова Для работы на транспорте отбираются люди, любящие романтику стука колес железнодорожного состава Преданные своему делу Это дело всей моей жизни Она дала путевку в жизнь, прям начиная с АЗОВ Это большой жизненный путь мой определила Определила, это железная дорога Я благодарна тем людям, с которыми я вместе работала И руководители, и простые рабочие Я у них училась, они меня учили, я у них училась И многое то, что я знала, я передавала свой опыт уже молодежи Не только передавала, но и продолжает передавать Выступает перед молодежью, учащимися школы техникумов Привлечь внимание молодого поколения к сложнейшей, но и важнейшей работе на железной дороге Анастасии Федоровне Суслиной помогают исключительная грамотность Прекрасная память и непроходящая любовь к своей профессии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова